Как будет работать транспорт и волонтеры, медицинская служба, как встретить гостей, где разместить и чем накормить. Каждый вопрос важен и каждый на постоянном контроле. Эти и другие вопросы сегодня решали на заседании оргкомитета предстоящей конвенции «Спорт-Аккорд». Это крупнейший спортивный деловой саммит для Кубани, очередной мегапроект. К Сочи снова будет приковано внимание самых влиятельных людей в мире спорта, поэтому в плане организации конвенции важна каждая деталь. Город Сочи станет той площадкой, где смогут встретиться и поговорить о дальнейшем развитии спорта все руководители и чиновники стран мира. «Спорт-Аккорд» сегодня объединяет более ста международных спортивных федераций олимпийских и неолимпийских видов спорта. На ежегодной конвенции участники обсуждают проблемы, вырабатывают и принимают важные для развития всего мирового спорта вопросы. В этом году в Сочи приедут более двух тысяч участников из ста стран мира. Это президенты международных федераций, представители крупного бизнеса в сфере спорта, руководители и журналисты крупнейших мировых спортивных СМИ. Впервые в таком большом масштабе Российской Федерации, в данном случае Сочи, будет возможность создать условия для работы вот этого большого мирового спортивного сообщества, которое будет принимать решения, выбирать города, организаторов следующих мероприятий крупных, в том числе, наверное, и в Российской Федерации. Все мероприятия форума, а их запланировано почти 60, пройдут в главном медиа-центре в Олимпийском парке. Это здание отлично зарекомендовало себя не только во время игр, но и как место проведения международного экономического форума. По традиции Краснодарский край готовится провести спортивный саммит на самом высоком уровне, ведь от этого зависит не только имидж региона, всей страны. Каждое мероприятие имеет свои особенности. Это мероприятие имеет разноплановый характер. Мы имеем опыт проведения разных мероприятий. Это и международный экономический форум, и спортивные состязания. Но вот теперь еще одно нам надо провести на самом высоком уровне. Дискуссии, переговоры, встречи, презентации, выставки. Программа «Спорт-аккорда» будет насыщенной. Гости также смогут познакомиться с культурой Кубани и природой Сочи. А на территории медиа-центра откроют спортивную деревню и зону демонстрации различных видов спорта, куда организаторы приглашают не только участников конвенции, но и всех желающих. Здесь строится сцена. После заседания оргкомитета его участники осмотрели Ледовый дворец «Айсберг». Здесь пройдет церемония открытия форума «Спорт-аккорд». Программу готовит Илья Авербух. Кстати, билеты на шоу будут в свободной продаже. А еще в дни форума в Сочи пройдет полуфинал Кубка Федерации по теннису среди женских сборных России и Германии. Спустя много лет на сочинских кортах сыграет главная звезда российского тенниса уроженка Сочи Мария Шарапова. Матч пройдет на кортах в Академии тенниса, которую Краснодарский край создал из Олимпийской Адлер-арены для воспитания новых чемпионов. Кстати, краю, как Олимпийскому региону, выпала особая честь принять «Спорт-аккорд». До этого за 13 лет истории конвенции единственным российским городом-организатором был Санкт-Петербург. Международная конвенция «Спорт-аккорд» начнет свою работу в Сочи 20 апреля. Мероприятие будет проходить в течение шести дней. Кстати, уже сегодня известно, что по распоряжению президента России этот крупнейший спортивный форум теперь будет проходить в Сочи ежегодно. И так ближайшие пять лет. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.